Искать и уничтожать запрещенные продукты будут три ведомства. Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Красноярская таможня. Как оказалось, в Красноярском крае уже был подобный прецедент. Специалисты нашли запрещенные яблоки из Польши. 800 килограммов яблок из Польши сотрудники надзорных органов нашли на рынке Южный ВОЗ. Этой продукции запрещен на территорию России. Поэтому 67 коробок с яблоками раздавил бульдозер. И такие меры будут применяться ко всем продуктам, которые входят в так называемый черный список. Есть основания, при установлении которых продукция изымается. Это, допустим, отсутствие сопроводительных документов фитосанитарных, ветеринарных. Отсутствие информации об оформлении. Сейчас в условиях действия санкций действует предварительное удавление. Уведомление. Если стороной экспортера оформляются документы, то уведомление об оформлении документов направляется в соответствующие, в том числе, пункты пропуска. Если ранее предполагалось, что утилизировать запрещенные продукты будет исключительно на границе, то теперь их уничтожением займутся службы по всей стране. Проверять будут магазины, склады, рынки и многое другое. Избавляться от продукции будет различными способами. Давить, перемалывать или сжигать. Уничтожение совершается с учетом всех требований по защите окружающей среды. Вот специальное оборудование применяется. Поэтому в этом отношении мы строго руководствуемся законом. А какое оборудование? В частности, урочи сельхознадзора есть печи, которые используются для зажигания. Сейчас в черный список входят сотни товаров. Среди них мясо, рыба, также молочная продукция, овощи, фрукты и орехи. Сказать точно, сколько всего наименований, сложно. Специалисты утверждают, что в Красноярский край запрещенку почти не пытаются провести. Больше работы у их коллег из европейской части страны. Сейчас крупные торговые сети внимательно следят, откуда везут товар, так как интерес к прилавкам особый. Чтобы продукт попал на прилавок, это механизм, цепочка достаточно обширная, которая включает в себя несколько компонентов, начиная от документальной базы, колоссальной большой, которую необходимо предоставить поставщику-производителю, чтобы непосредственно мы уже в принципе начали разговаривать о том, что продукт может оказаться на полке. Эту тему активно обсуждает общественность. Одни говорят, что уничтожать продукты нельзя, другие уверены, пора принимать жесткие меры. Санкции действуют год, а зарубежные товары на полках еще можно увидеть. Нарушают, во-первых, то решение правительства Российской Федерации, лично указ президента Российской Федерации, да, и одновременно, еще раз говорю, не дают возможности более, еще больше раскрыться нашим производителям и вывести продукты нашего отечественного производителя, безусловно, на рынок. Также правительство Российской Федерации постановило вести мониторинг за деятельностью торговых сетей, чтобы на фоне уничтожения цены на продукты не поползли вверх. Екатерина Погоряло, Денис Тимошенко. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова